Ежедневно расстояние от нового рынка до домобыта по оборудованному переходу преодолевает больше сотни жителей города. Прогулочным шагом этот путь можно пройти минут за 15 и барнаульцы поделились на два лагеря. Кому-то этот переход удобен, а вот некоторым приносит свои неудобства. Конечно неудобно. Почему? Далековато ходить. Отдохнуть лавочки побольше поставили. Шли, посидели, дальше пошли. А лавочки зачем? Вдруг люди старенькие идут, устали, сели, отдохнулись. Старенькие, ну очень хорошо. Ну так, конечно, можно. Идем, идем. Движение жизни. Сейчас это хорошо. А вот зимой это будет большая проблема. Проблемы есть и сейчас. Например, мамам с коляском преодолеть это расстояние весьма непросто. Во-первых, страшно идти, потому что мимо проезжают велосипедисты или любители замокатов. И часто они это делают на больших скоростях. И во-вторых, по лестнице с ребенком просто так не подняться. Приходится искать другие варианты, которые весьма неудобны. Мне приходится идти вслепую спиной, чтобы подняться. Придется постараться. Или так. По этой лестнице с ребенком на коляске я бы не ходила. Объясню почему. Вот этот вот пандус, он сделан либо для широкой инвалидной коляски, либо для коляски для детей совсем, малышей. Вот такая коляска для детишек, немножко постарше, абсолютно не подходит. Конкретно проходя по мосту, в принципе, удобно, асфальт ровный, идти можно. Единственное, что бы я хотела предложить, это разделить поток велосипедистов, людей, тех, кто катается на самокатах, и пешеходов. А вот удобно ли на этом переходе велосипедистам проверил на себе. И посмотрим, с какими проблемами мы столкнемся и вообще столкнемся ли. Скажу честно, на велосипеде переход я проехал за минут пять. Единственное, нужно быть внимательным, чтобы не задеть прохожих. Уж очень большой тут поток людей. На лестнице также проблем не ощутил. Можно спокойно закатить велосипед наверх. Так что преодолеть этот путь не составляет особого труда. И, как показывает наш стихийный рейд, в целом переправе можно поставить твердую четверку. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.